Уход от прямого удара в корпус, захват руки противника и молниеносная атака в подбородок. Через секунду соперник уже лежит на земле. Для юного Миши Мироненко такие уроки бесценны. Старается повторять точно каждое движение. Получается пока не все, но есть время отточить технику на тренировках. Они дают нам новые техники, которые мы не изучали на тренировках, но мы их продолжаем делать после семинара. Известный в Европе мастер Славомир Шевчик уже пятый раз приезжает в Риотов. Последний визит был два года назад. Представитель стиля Хираказу Кабаяси говорит, что ребята за это время сделали большой рывок вперед. И его это очень впечатлило. Мне очень нравится, очень нравится мне атмосфера, как люди здесь занимаются. И подход учителей в этом клубе, специально в этом клубе. Они очень серьезно подходят, очень серьезно работают с молодыми людьми. И это видно, потому что эти молодые люди очень быстро начинают тоже очень серьезно работать. Я очень всегда удивлен, как здесь приезжаю. Я бы хотел, чтобы наши польские дети так работали. Короткие, мощные и точные движения, удержание, болевое воздействие на руки и суставы, захваты запястья с минимальным усилием, но приводящие к максимальному результату. Именно это характерно для известного во всем мире стиля Кабаяси. Сегодня его изучают во многих странах Европы, Америки и Азии. В Риотовском клубе Акидо стараются взять самое лучшее и соединить уже с имеющимися техниками. Это естественно обогащает знания, которые получают наши дети. Здесь очень важно, чтобы не застаиваться на месте. Нужно постоянно идти вперед. Любое движение вперед, оно всегда дает, оно обогащает. Обогащает детей, обогащает техники, которые они знают. Уже весной в Риотовской школе Акидо ждут новых иностранных гостей. В апреле в Риотов приедут известные мастера из Японии. Владислав Мумат, Александр Попов для РТВ